Эксперта мирового уровня в эндоскопии и в колоноскопии, который поделится своим опытом, представится в свой доклад о диагностике ранних форм коллектального рака. Мы видим... Всем доброго дня, уважаемые коллеги! Хорошо ли меня слышно? Да так, хорошо. Добрый день, Кашид Сэнсэй, очень рады вас видеть. Замечательно. Для меня огромная честь получить приглашение выступить на таком важном симпозиуме Российского эндоскопического общества. Подождите секундочку, я выведу свой слайд на экран. Вот так. Итак, давайте теперь начнем. На этом слайде вы видите так называемый Осакский замок. Сейчас как раз по всей Японии цветет сакура, японская вишня. Честно говоря, цветение началось за неделю до обычного срока, но в любом случае сейчас по всей Японии вот так красиво. Я был в Санкт-Петербурге несколько раз. По-моему, первый мой визит был в 2005 году. В Японии основной университет, который занимается проблемами искусственного интеллекта, это университет Киндай. И сегодня я расскажу о системе искусственного интеллекта компании Fujifilm. Ольга Александровна уже достаточно хорошо все объяснила, но я добавлю несколько практических примеров его работы. Прежде чем я это сделаю, я расскажу чуть более общо о том, что такое узкоспектральная визуализация, поскольку об узкоспектральной визуализации нужно говорить до того, как мы начнем объяснять искусственный интеллект. Я всегда подчеркиваю, что европейское общество всегда рекомендует использование методов виртуальной узкоспектральной визуализации и эндоскопии высокого разрешения. У Fujifilm есть два режима узкоспектральной визуализации. LCI и BLI. LCI или воспроизведение связанных цветов усиливает контраст. Это означает, что красное выглядит более красным, чем в реальности, чем в белом свете, белое более с белым. Таким образом, в режиме LCI выявление, именно выявление новообразований, становится легче и проще. Например, на этом снимке, наверное, не очень легко обнаружить очень маленький полип в самом центре изображения. В режиме LCI это очень легко. Обратите внимание, насколько даже оранжевым выглядит полип. Таким образом, выявление маленьких полипов в LCI гораздо удобнее, гораздо проще, чем в белом свете. Вот еще несколько таких примеров. В белом свете, опять же, не очень легко было бы выявить такое малюсенькое новообразование. В режиме LCI, опять же, чуть более оранжевым становится новообразование, и его выявление уже не представляет собой проблемы. По данным группы МИНа, LCI усиливает частоту выявления аденом по сравнению с использованием чисто белого цвета. Теперь второй режим. Белое. Раньше это означалось изображение в синем лазере. Почему? Потому что в качестве источника света использовался синий лазер. Под торговым названием LASEREO этот режим использовался в основном в Японии. Данных научных было собрано очень много. Как в режиме NBI, так и в режиме BLI вы видите, какие полосы, узкие полосы в спектре видимого цвета подчеркиваются и усиливаются. В NBI два цвета, синий и зеленый, а в BLI два синих. И обратите внимание, синий цвет, его пик, еще хуже тот, который усиливается, чем в режиме NBI. По данным группы Яшиды, по сравнению с белым цветом, BLI тоже добавил видимости полипов. И по данным группы Ikimatsu, режим BLI позволил повысить частоту выявления аденоматозных новообразований, по сравнению с белым цветом. По данным группы Shimoda, частота пропускания новообразований снизилась наоборот. Таким образом, было доказано, что режим BLI действительно полезен при выявлении аденом. В дополнение, Наухиса Яшида также попробовал предсказывать гистопатологическую диагностику и глубину инвазии колоректальных новообразований с использованием BLI. Диагностическая эффективность этого метода была сравнима с увеличением в режиме NBI. Таким образом, мы увидели, что BLI может помочь и в характеризации. Несмотря на то, что Olympus сделал классификацию JNET изначально для режима NBI, мы показали, что классификация JNET также может быть применена и для режима BLI. Итак, я уже говорил, что изначально BLI означало подсветка синим лазером. Затем пришлось, оставив аббревиатуру, изменить полное название. Сейчас это подсветка синим цветом, потому что в более современной версии используется синий светодиодный источник. И теперь, как уже рассказала Ольга Александровна, под маркой ELOXEO, именно со светодиодным источником это все вышло за пределы Японии. Здесь вы видите сравнение лазерного и светодиодного источника света. У лазерного эндоскопа используются два источника света фактически, то есть синий и чуть-чуть фиолетовый. То же самое, только чуть пошире полосы у светодиодного источника. Здесь вы видите как тележку, так и сами эндоскопы серии ELOXEO. Йошида продолжил исследование и увидел, что светодиодный источник не хуже лазерного позволяет повышать эффективность выявления новообразований. При этом светодиодные источники сами по себе ярче, поэтому было решено перейти на светодиодные источники. Вот еще одно исследование профессора Иноуэ на сравнимость светодиодного источника с лазерным по качеству R-образования и по его полезности именно в характеризации полипов. Приведу практический пример. Здесь вы видите изображение, в котором использовалось лазерео. Можете ли вы выявить в этой слепой кишке полип? Сложновато. Но с LCI небольшой плоский полип на самом дне слепой кишки выделяется достаточно без проблем. Теперь включаем режим BLI. С BLI можно его четко очертить и провести классификацию по JNET. Сразу видно, что это первый тип. Применяем индикокармин. Ямочный рисунок указывает на зубчатый характер опухоли. Можно удалять эндоскопически, но самое главное, что именно в режиме LCI удалось изначально выявить этот полип. Вот еще несколько практических примеров. Это уже картинка, сделанная LXL, то есть светодиодный источник света. Поперечный отдел толстой кишки. И стелющаяся опухоль. Слева белый свет, справа LCI. Теперь с увеличением. Изучаем ямочный рисунок. И уверенно классифицируем эту опухоль по JNET тип 2А. Пробуем индикокармин, пробуем генсан фиолетовый. И определяем четвертый тип ямочного рисунка. Тоже возможно эндоскопическое удаление. Гистопатология показала аденому высокой степени. В Японии такое называется слизистым раком. Тем не менее, в любом случае мы имеем высокую степень уже развития. А это, кстати, моя работа в Москве. Это тоже слепая кишка. В белом свете все выглядело вот так. А в LCI на периферической части мы видим, немножечко белесовато выглядит опухоль. А в центре, разница по цветам видите какая, да? В центре мы ушли даже чуть-чуть в розовый цвет. Это означает, что существует разница в патологически развивающейся ткани между центром и краем опухоли. Применили BLI, применили увеличение. Мы видим, что поверхностный рисунок и сосудистый рисунок тоже отличаются у нескольких частей опухоли. Периферия дает нам тип 2А по JNET, а центр опухоли там все серьезнее. Это JNET-тип от 2-го B до 3-го. Таким образом мы определили всю серьезность положения. Вот теперь можно, наверное, переходить и к технологии искусственного интеллекта от Fujifilm. Торговое название Kedite. Кодай расшифровывается как компьютеризированная диагностика в эндоскопии. Основная часть Kedite – это вот эта небольшая коробочка, блочок, который ставится на стандартную тележку. Как вы видите, он очень небольшой. Подсоединить его можно к стандартному обычному колоноскопу. То есть не нужно использовать эндоскопы, которые как бы подходят для искусственного интеллекта. Колоноскоп можно использовать любой. При этом все дополнительные изображения выводятся на один и тот же монитор. Не нужно бегать между несколькими мониторами глазами. Итак, первая часть Kedite – это часть, которая занимается выявлением. Kedite. Дает возможность выявлять полипы в реальном времени и работает как в режиме белого цвета, так и в режиме LCI. Ольга Александровна уже показывала, как это работает. Существует три вида уведомления врача о подозрении. Первая – рамка. Вторая – звуковой сигнал. И третья – окружность, которая подсвечивается в той части условного циферблата, где выявлен полип, и подсвечивается в таким, тоже голубоватом цветом. Вторая часть Kedite называется Kedex. И это функция, которая включается автоматически при переключении эндоскопа в режим BLI. То есть из режима выявления в режим характеризации. Есть возможность, не останавливая изображение прямо в реальном времени, осуществлять характеризацию. Включать увеличение не обязательно, но предпочтительно. Примлизиться и зафиксировать зум на том месте, где наша задача провести диагностику. Я потом покажу, как это делается. Существует тоже три типа уведомления о диагнозе. Во-первых, текстом. Текстом система пишет, она определила новообразование как гиперпластическое или неопластическое. Второе. На карте, которая в правом нижнем углу, показывается как локализация новообразования, так и цвет. Зеленый – гиперплазия, желтый – неоплазия. И вот эта вот вспомогательная окружность в данном случае тоже меняет свой цвет. Зеленая она для гиперпластического новообразования, желтая – для неопластического. Сейчас попробую запустить видеоклип. Вы слышите время от времени такой звуковой сигнал, звоночек. Это мы работаем в режиме LCI. Включили BLI, включился автоматически режим KODEX. Мы видим неоплазию, о чем нам говорит как желтый цвет окружности, так и текст на экране. Здесь еще одно новообразование. Мы выявляем его даже в режиме белого света. Включаем BLI, включаем характеристику. И он выглядит белесоватым, но окружен меланозом, поэтому система определила его как аденому. Вот еще один пример. Выявляется небольшого размера новообразования со звоночком, все как положено. Включаем BLI и включается KODEX. Система определяет это новообразование как гиперпластическое, то есть показывает его зеленым цветом. Теперь мы в слепой кишке. Естественно, ну здесь понятно, что это новообразование. Что говорит нам система? Ну, во-первых, что А, оно есть. И Б, новообразование гиперпластическое. Диагноз наш. Зубчатое новообразование, поскольку локализация слепая кишка, поэтому мы решили его удалить в том случае. Теперь прямая кишка. В режиме LCI выявленного образования переключились в BLI. Видите, сначала показывают зеленое, а когда мы чуть-чуть увеличиваем, чуть-чуть все, подъезжаем ближе, система говорит, нет, это неоплазия. Помните, да? Началось все с зеленого. Мы чуть-чуть подъехали, сфокусировались, посмотрели поближе, и система изменила мнение. Поэтому предпочтительно для прям совсем правильного диагноза подъехать к новообразованию и сфокусироваться на нем. Вот еще один пример. Белесое новообразование, и тоже вначале вроде как мы считаем, что это гиперплазия. Подъехали, сфокусировались, и система все-таки говорит, поменяла зеленый цвет на желтый, система все-таки говорит, что это неоплазия. Именно поэтому, как я говорил, как бы не обязательно, но очень важно для правильного диагноза попробовать сфокусироваться на изображении и максимально его увеличить. Точность систем КД и КДЭКС по данным наших японских и не только японских исследований сравнима с точностью, которую достигают опытные эндоскописты. Например, так у Сакамото приходит именно к такому выводу. И чувствительность, и специфичность, ну нет, чувствительность, больше чувствительность, сравнима с опытным эндоскопистом, специфичность чуть пониже. Это что касается выявления. А что касается характеризации, то точность дифференциальной диагностики более 90%, что подходит уже к нижнему пределу для эксперта-эндоскописта. Вот еще одно исследование Йошиды. И он приходит к выводу, что не сильно отличается диагностическая точность от точности экспертов. И уж точно КДАЙ лучше, чем молодые неопытные врачи. Причем, обратите внимание, еще раз мы подчеркиваем, что между лазерным источником света и светодиодным больших отличий нет. На настоящий момент какие есть слабые места у КДАЙ? Во-первых, существуют слепые зоны, за Гаустерами, например. И поэтому зависимость от оператора все-таки присутствует. Заглядывать за складки необходимо самостоятельно. Конечно, подготовка кишечника очень важна. Могут быть ложноположительные сигналы, например, такие перистальтические движения складок могут определяться как новообразование. Здесь нужно аккуратно подходить. И на настоящий момент СССР сложно отличить от гиперпластических полипов. И, соответственно, не аденоматозные, не зубчатые полипы могут быть диагностированы неправильно. То есть, есть еще над чем работать. И, конечно, пока еще мало кто пользуется системой КДАЙ для диагностики глубины инвазии рака. Здесь, опять же, еще поле для работы существует у разработчиков. Каковы перспективы использования ИИ-колоноскопии в будущем? Во-первых, это, конечно же, включение в программы скрининга на колоректальный рак. Во-вторых, необходимо дорабатывать систему для того, чтобы между зубчатыми, стелющимися опухолями и гиперпластическими полипами все-таки проводить различия. В-третьих, необходимо ответить на вопрос, можно ли с помощью искусственного интеллекта рекомендовать межколоноскопические интервалы. И, конечно же, очень важно дорабатывать систему, чтобы можно было диагностировать глубину инвазии рака. А также принимать решение о дополнительном лечении, о дальнейшем лечении и о, возможно, дополнительном направлении пациента на хирургическое лечение после эндоскопического удаления новообразования. В этих направлениях уже начались соответствующие исследования. Например, использование эффективности такой компьютеризированной программы в итальянской системе скрининга на колоректальный рак. Итальянцы пришли к выводу, что вне зависимости от личного АДР эндоскописта и у опытных, и у молодых использование системы КДАИ значительно позволило повысить реальный АДР в высокопоточном применении. То есть для скрининговых программ мы показали, что КДАИ уже сейчас дает очень хороший положительный эффект. Таким образом, оптическая диагностика с использованием ИИ дает те же самые пороги, что и ранее без ИИ. При этом диагностическая точность все-таки, скажем так, с искусственным интеллектом не эксперт, то есть не опытный врач не мог в диагностической точности доходить до того же уровня, что эксперт. То есть молодых врачей все равно нужно учить работать с искусственным интеллектом или без. Спасибо вам за внимание. На этом у меня все. Благодарю. У вас здесь вопрос, да, и сейчас Дмитрий Завеллов вам его озвучит. Пожалуйста, Дмитрий. Уважаемый профессор Кашида, благодарим вас за блестящее представление материала, за блестящую лекцию. Вопрос касается разделения гиперпластических полипов и зубчатых. Вы сказали, что существует сейчас такая проблема. И на самом деле мы видим, что Кадай и зубчатый новообразования и гиперпластический относят в одну группу. Однако мы понимаем, что потенциал малигнизации у этих образований совершенно разный. На что надо ориентироваться врачу в этой ситуации, если ему Кадай говорит о том, что имеем перед ним гиперплазия, а что нужно ориентироваться? Это первый вопрос. Второй вопрос. Какая тактика у японских врачей с гиперпластическими полипами? Их обязательно удалять, их наблюдать? Что принято делать в Японии в таких случаях? Спасибо большое за вопросы. Вопрос действительно очень важный. Мы никогда сразу не удаляем гиперпластический полип, если мы уверены в диагнозе. А зубчатые полипы зубчатые плоские удалять будем. Теперь, что касается разделения. Если он очень маленького размера, то зубчатый полип от гиперпластического полипа отличить действительно очень тяжело. В Японии не удаляются обычно зубчатые новообразования размером до 5 мм. Используется выжидательная тактика. Удаление начинается вот с порогов 5 мм. Что касается диагностики, то даже патоморфологу очень тяжело уверенно отличить одно от другого. В особенности сложно это стало после того, как ВОЗ в 2019 году изменила диагностические критерии. До этого достаточно было нужно было найти несколько желез. Они должны были быть изогнутые или расширенные. А теперь диагностический критерий достаточно одной крипты. И теперь стало сложнее. Я бы сказал, практически невозможно эндоскопически выявить только одну расширенную крипту. Что обычным человеческим даже опытным глазом, что искусственным интеллектом. Поэтому сейчас вопрос, конечно, стал очень сложным. Однако типично, если уже у вас раскрыты или изогнуты несколько крипт, либо у вас есть ямки, либо у вас есть скрученные сосуды, в общем в этом случае зубчатое новообразование выявить и диагностировать достаточно просто. И я думаю, что с дальнейшей тренировкой искусственного интеллекта, если тренировать достаточно большими сетами хорошего качества изображений, здесь очень важно именно научить искусственный интеллект. Как только это будет сделано, типичные зубчатые новообразования будут достаточно четко выделяться на фоне типичных же гиперпластических полипов. Однако, остроты проблем на настоящий момент это не снимает. Я извиняюсь, что даю такой долгий ответ, но нужно еще помнить, что они зубчатые новообразования встречаются чаще в проксимальном отделе, а гиперпластические полипы наоборот. И опять же размер у них разный. Обычно гиперпластические полипы 5 мм еще надо постараться найти. Поэтому, что касается типичных новообразований, то диагностика проблемы не составляет, но проблема может быть. Я надеюсь, ответил на наш вопрос. Спасибо большое, профессор Кашидо. Спасибо еще раз за то, что вы в столь сложное время всегда поддерживаете нас и своим блестящим опытом делитесь и показываете, куда нам идти дальше. Мы переходим к следующему